ребятки всем огромнейший привет как вы могли догадаться по названию сегодня пойдет выпуск про машины не забывайте перед началом просмотра подписаться на канал нажать на колокольчик включить все уведомления и насладиться этим выпуском погнали но перед тем как мы начнем выпуск мы заехали на мойку вот так вот сейчас помоем и поедем недавно я снимал выпуск про наш mercedes рассказывал как прошел год его владением сколько денег мы вложили кто не смотрел посмотрите ссылочка прямая будет в описании под этим видео и в конце выпуска я обмолвился вот такой вот фразой я бы рассмотрел варианты обмена на discovery 4 и тут не начали поступать вопросы а почему discovery так вот ребятки в этом выпуске я вам расскажу почему мы рассматриваем discovery и слава богу у моей мамы есть discovery discovery 3 мы как раз сейчас его помыли и будем делать сравнение discovery mercedes и еще нашу прошло прошлогоднюю volvo которой мы тоже владели и на ней путешествие на не было комфортно путешествовать будем сравнивать я буду давать максимум ответов которых я вообще не нашел в интернете почему на discovery удобно путешествовать я не буду вам рассказывать сейчас выпуски про какие-то технические характеристики там и так далее плюсы в целом как машины нет нет не нужно вы можете просто взять и посмотреть каких-нибудь блогеров которые по автомобильной тематике для себя сделаете вывод мне лишь интересно вам показать эту машину с точки зрения путешествия все давайте начинать первое когда оказываешься ребята в путешествиях например где-то хопс остановился да и тебе нужно спать очень важно чтобы в машине для нас лично раскладывался делался ровный пол mercy плюс-минус он делается смотрите вот так вот ложится сидушки и вот так вот это выглядит я здесь помещаюсь вот если голова лежит прям тут ноги прям вообще в упор по ширине тоже узковато когда у нас было volvo там получалось целая большая кровать так это выглядит видите получается большая большая кровать нам здесь всем достаточно комфортно спим сидим все как бы супер вот видите теперь смотрим дискарь смотрите здесь здесь значит делается все в пол это вот прям очень важно смотрите выбирается 1 сидушка и здесь дергается за рычажок опускается сидушка и так все три сидения вот допустим давайте я вам даже вот наглядно покажу вот вот этой сидушки хоп вот у вас получается ровный пол ширина которого вообще колоссальная сколько здесь наверное метра полтора точно есть и в длину это примерно 2240 с одну то есть понимаете да это большая полноценная кровать где может поселиться переночевать вся полностью семья как вы многие знаете у нас же трое деток и у нас артемка переехал сюда здесь родион и здесь насенька с мироном и в принципе вообще во всех автомобилях даже volvo хоть и volvo было до чуть пошире вот эта сидушка она как бы не сидушка но это просто такая некая часть где вот так вот вытаскивается на подлокотники можно поставить кофе открыть наш телевизор и залипнуть на фильмы это как бы не сидушка а вот в дискавери вы только гляньте что вот этот второй ряд сидений ребята здесь полноценное сиденье в которой ты садишься вот так вот я сейчас сяду и тебе охренеть как удобно это еще огромнейший плюс посмотрите как я сижу и сколько у меня тут места но разве это не клёво и вот если здесь нам даже сидеть всей нашей семье то будет огненное пространство вот большущие то есть здесь будет кресло сидеть здесь будет кресло стоять и насенька будет сидеть ей будет очень и очень хорошо ну и плюс смотрите какая высота да здесь и высота тут видите и здесь как бы ты сидишь вот так вот видите скрючено то есть вот кресло вы тут кресло и все и насенька сидит ей безумно неудобно она постоянно говорит, блин, как же тут неудобно Мирона взять, как бы доставать из кресла, очень неудобно следующий момент, без которого я в принципе машину не рассматриваю, это конечно же люк, либо панорамная крыша панорамной крыши у меня никогда не было были только люки, здесь люк есть, и смотрите когда была у нас Вольво, дети и Настенька спали в машине я на люк открывал его полностью и сообразил такую сетку москитную на магните, как сам я ее сделал как-то выпуск, как я показывал, и спать было комфортно, потому что продувалось и комары не мешали, Discovery это та машина, которая вот прям для путешествий, пойдемте покажу посмотрите теперь, как они здесь мощно продумали, здесь уже есть люк, и есть встроенная, ребята, москитная сетка то есть вы открываете люк и натягиваете москитную сетку, и никто вас не беспокоит, но здесь они пошли дальше, они сделали и тут и тут окно, то есть это не панорамная крыша, она называется альпийская крыша, и представьте как круто, вы ночуете в машине вот так вот легли всей семьей и у вас видно звездное небо в данный момент видны облака гляньте, как классно следующий момент, ребятки, это багажник, здесь, конечно, мне очень нравится что есть электропривод, в Ольве этого не было, в Discovery этого тоже нету, но тут нету никакой полки садиться в машину просто на какой-то перекус неудобно, когда машина битком, здесь вот так она забита ты где-нибудь газанул на пригорке получается, а потом открываешь багажник, и часть вещей у тебя просто нахрен вываливается, вы просто вдумайтесь насколько неудобно сделали Мерс, и мне вот тоже писали, типа, а если ГЛ, в ГЛ тоже вот этот минус присутствует, здесь нет никакого перекрытия, от этого создается минус, а теперь смотрите как сделали в Discovery, здесь к сожалению нету вот автоматического открытия, но возможно это даже как бы к лучшему, но тут посмотрите, какое большое перекрытие, вот смотрите коробка стоит, вот как по примеру если вы там тяжелые пакеты тащите, то вам достаточно нажать вот на вот эту кнопочку, и все и у вас открылась вот такая столешница, это реально столешница здесь можно поставить маленький стул, поставить компьютер, и у вас получается компьютерный стол, то есть для нас для тех, кто работает всегда в дороге вот этот стол, он он очень нужен, вот вольве он был прямой, не такой, но вот этот это просто кайф, вот посмотрите вот на него можно сесть, на него можно попрыгать, это очень огромный плюс в дискаре, идем дальше смотрите, в Мерсе ты когда здесь ляжешь, например либо сидишь, да, ну к примеру, да, вот мы ночуем в машине, где-нибудь тут нет никаких ниш, вот сюда можно только положить телефон, и по сути все, да, здесь есть у меня вот такие вот ниши внутри, но здесь стоит сабвуфер и здесь стоит аптечка, по сути все, да, то есть полок нету, багажник для путешествий не предназначен ну вот из плюшек, да, здесь есть розетка да, и все посмотрите в дискаре, посмотрите как круто они решили этот вопрос вы только гляньте гляньте, какая здесь огромная ниша вот смотрите, я свою руку ложу по ширине какая она огромная здесь и подставка по телефон здесь и подставка под какой-то напиток термос здесь, смотрите, куча ниш вот здесь, смотрите, какая глубокая она о, тут у меня мама и сумки какие-то возит и пакеты, давайте вот достанем посмотрим, объем гляньте о, целая рука туда помещается посмотрите, это же это же в путешествии вот эта история очень и очень важная дальше сверху на эти ниши, соответственно можно тоже что-либо поставить здесь есть какие-то различные сеточки, куда тоже можно убрать всякую историю и здесь еще есть ниша видите, куда можно спрятать очень много всего но почему-то у меня мамулька это не использует надо ей, наверное, подсказать она не знает и с этой стороны гляньте аналогично аналогично такие же ниши и там тоже они забиты здесь с этой стороны есть тоже такие же сеточки и тоже такой же потайной люк но вот он тоже, кстати, почему-то пустой у нее надо ей подсказать она, наверное, не знала ну и, конечно, я не могу не обойти это то что здесь, ребята, стоит пневмоподвеска это рамный кузов видите, рама и, конечно, для тех, кто путешествует пневмоподвеска рамный кузов полноценный внедорожник это, конечно же, огромный плюс у нас хоть и тоже стоит подвеска нормальная, она умная здесь какая-то адаптированная то есть пружины разгибаются по упругости всякое такое но в целом это не рамно это не внедорожник у нас из плюшек по подвеске есть активация функции по бездорожью кататься и помощь при спуске ну а здесь, сами посмотрите управление пневмоподвеской верхнее, среднее и спортивное положение также стоит шайба нормальное управление дальше песок, снег это что-то не знаю это еще не знаю ну собственно, да, вы понимаете склоны всякие разные где бы вы ни находились вы шайбочку туда-сюда покрутили машина адаптировалась и это, конечно же, кайф в путешествиях нам многие тоже говорят типа, рассмотрите там минивэн какой ну бусик, да и вы знаете если рассматривать дискавери с минивэном то особой разницы-то я не вижу мне даже кажется что в бусиках даже потолок чуть поменьше когда там выкладывается третий ряд сидений то багажника совсем нету в МЛ-ке вообще не предусмотрено никакого третьего в ГЛ-е тоже есть третий ряд но там багажник где-то вот такой вот маленький остается вот стоит эскалейт смотрите у него есть третий ряд сидений и посмотрите что вот они как бы хопс там и все и там вообще нету багажника и мы дискавери рассматриваем с третьим рядом сидений это вот смотрите примерно вот так оно раскладывается спинка вот так вот и здесь будет примерно вот столько вот места то есть сюда войдет чемодан и дальше можно до потолка набить конечно по какому-то шумоподавлению по какому-то городскому комфорту по в принципе функционалу что запихал сюда мерседес и что например есть в лэндики да то конечно мерс переплевывает лэнд но я говорю что я вам показывал сейчас две машины с точки зрения путешествий вот по мне так есть вот прям кататься путешествовать ночевать где-то в машине заезжать в какие-то нереально опасные места то конечно мне кажется нужно брать эту машину поэтому мы ее вот себе рассматриваем но не третий а четвертый в рестайлинге так что вот такие дела что касается мерса посмотрите выпуск ссылочку я оставляю в описании спасибо что досмотрели выпуск до конца если я вдруг что-то упустил в сравнении то напишите также в комментариях а я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока удачи 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 Продолжение следует...